Добрый день, с вами Катерина Маликова. Сегодня я приготовлю деревенские ферментированные блины на молочной сыворотке. Примерно за один день нам нужно подготовить ферментированное тесто. Для этого понадобится молочная сыворотка, пшеничная мука обычная белая и мультиварка с функцией йогурт. Если у вас нет мультиварки, то можно сферментировать тесто в обычной кастрюльке эмалированной, но для этого уйдет примерно двое суток и нужно поставить кастрюлю в теплое место. Ну а у тех, у кого есть мультиварка, время приготовления тесто займет примерно 8 часов, то есть мы ставим в мультиварку тесто на ночь и утром уже начинаем готовить блины. Итак, нужно смешать муку и сыворотку в чаши мультиварки и хорошенько перемешать, чтобы не было комочков. Все количество ингредиентов я указала в описании к этому видео. Итак, ставим мультиварку, нажимаем функцию йогурт. Максимальное время у меня это 8 с половиной часов. Через 2 с половиной часа я заглянула в мультиварку и смотрите, пузырики появились. Это тесто начало сбраживаться, то есть началось молочнокислое брожение. На следующее утро тесто стало уже таким жиденьким. Значит, оно готово, можно смешивать все ингредиенты для блинов. Ферментированные блины это один из самых моих любимых рецептов блинов. Я с уверенностью вам могу сказать, что он 100% получается у всех. Блины хорошо снимаются, они получаются очень упругими и, конечно же, вкусовые качества не сравнятся с обычной не ферментированной мукой. В тесто я добавила 1 столовую ложку тростникового сахара, потому что тесто, оно получается такое кисленькое. Но если вы будете делать блины не как десертные, а на фаршировку, то сахар добавлять необязательно. Также я добавила немного соды и соли. Разбавляем тесто водой до нужной консистенции. У меня примерно один стакан вышел. Все зависит от качества муки. Ну и, конечно, чуть не забыла про яйца. На такое количество добавляю 3 яйца. Эти блины напоминают блины из детства, приготовленные в деревне у бабушки на кислом молоке. Поэтому, если вы в детстве кушали такие блины в деревне, то этот рецепт вам очень понравится. Далее в тесто нужно добавить кусочек сливочного масла. Это примерно 30 грамм нужно растопить в микроволновке. Это придаст тесту еще больше вкуса, а также блины будут хорошо сниматься. Самый большой плюс ферментированных блинов в том, что во время ферментации происходит расщепление белка глютена молочнокислыми бактериями. Тем самым блины становятся более легкие и нет ощущения тяжести после съеденного. На раскаленную сковородку я добавила немного кокосового масла, так как моя сковорода уже старая и у нее не идеальное антипригарное покрытие. Все последующие блины я уже готовила без добавления масла. Когда края блинчика начинают отставать от сковородки, можно переворачивать. Рецепт этих блинов я узнала из книги российско-британского ученого Наташи Кэмпбелл Макбрайт. Она придумала диету ГАПС, которая стала известна на весь мир. Это диета о том, как восстановить кишечник. В этой диете большое значение уделяется ферментированным продуктам. Блинчики я смазываю маслом, но если вы будете фаршировать, то маслом смазывать не обязательно. Кстати, эти блины идеально подходят для фаршировки, потому что они имеют кисловатый вкус и отлично сочетаются с мясом. Если вы приготовите эти блины, я уверена, этот рецепт станет вашим любимым. Я желаю вам приятного аппетита! Оставляйте мне комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч!